Всем привет, ребята, меня зовут Илья, и сегодня я буду тестировать игры, я сегодня буду тестировать и играть в клоны популярных игр в Роблоксе. Вот, например, я взял игру под названием Tower of Hell, это популярная игра. Это популярная игра, вот есть Tower of Hell, но это не клон, это вот как видите настоящая игра, а я хочу сыграть в эту Tower of Hell для друзей. Вот, мне просто интересно, давайте зайдем, посмотрим, что это такое, что оно себе представляет. Такой, грузись, Tower of Hell для друзей. Не знаю, почему для друзей, но посмотрим. Так, ну смотрите, я заспавнился, время у нас, кстати, 0 показывает. Ну, слушайте, я буду еще оценивать тигра от 1 до 10. Во-первых, первое же, ой, а как тут, тут что-то неудобно. Первое же критерие, по которому я могу сказать, это, ой, то, что игра нет счетчика времени. Возможно, это хорошо, но все равно это как-то нечестно, поэтому, да. Судя, ребята, игра хорошая, такая же графика, такие же вроде, все такое же, по сути, но, ну, вот, единственное, что мне не нравится, что это нет счетчика времени. Поэтому оцениваю игру вот на столичком на 7 из 10. Не думайте, что это так хорошо, ну, потому что, разумеется, это настоящий Tower of Hell я бы оценила на 9 из 10. То, что в нем просто-то слишком уровни сложные. Прикольно, прикольно. Ну, может и хорошо, что времени нет, но тут, конечно, 7 из 10, потому что тут нет счетчика времени. Поэтому это очень раздражает. А, тут можно и так было. Ну, что ж, ребята, приходим к следующей игре. Ребята, я хочу сыграть в эту игру Tower of Hell на русском, вот это с собакой. Просто хочу посмотреть, что эта игра представляет. Если что, вот она так выглядит, я не знаю, клонов, ребята, мне кажется, в игре, вот клонов в Роблоксе. Это что такое? Ребята, это меми, это меми, это мемасики, я понял. Смотрите, какую собачку поставили. Обнова в В3. Добавил много песен, еще усложнил некоторые уровни. Там что-то тут пишут. Добавил обнову. Наверное, вот эту вот собачку, да? Слушайте, ну, это, конечно, не настоящий Tower of Hell. Ну, вот мне кажется, что в Роблоксе, мне кажется, что клонов игр больше, чем настоящих игр. Ну, что ж, ладно. Да, конечно, какой-то делал такое, челобного. Конечно, такие слова использовал. Ну, я понимаю, что какой-нибудь ребенок создавал эту игру, либо он просто своровал что-то. Ну, разумеется, время, все вот это, это своровано с настоящего Tower of Hell. Разумеется, клоны появились с игр позже, когда сама игра, по сути, была. Ну, что ж, ребята, ну, что ж, оцениваю, конечно, это на 5 из 10. Вот мне вот это вот... Вот это вот, ребята, меня вот очень интересует. Зайдите, посмотрите. Ну, в целом, так, прикольно. Можно сказать, угарная игра. Мне кажется, там еще и наверху всякие мемаски есть. Ладно. Извините, ребята, если я делаю не в оригинальном, как бы, холсте этот ролик, потому что мне тяжело, ну, что ж, ребятки, так, давайте-ка забьем Adopt Me. Давайте забьем Adopt Me, просто на русло. Adopt Me, мне кажется, клонов Adopt Me там миллион. А4, вот это вот я давно хотела. А вот можно мне сыграть Abort Me, ребята? Смотрите, сколько тут игр всяких. Так, смотрите, сколько тут. Так, ну что ж, Майнс... Что? Вот это мне интересно. Типа Adopt Me или Пингиш. Что это такое, ребята? А4 зомби, Adopt Me. Почему робокс не нарисован? Амон Гаспл, это Лава Город. Короче, я хочу сыграть вот эту. Давно хотела сыграть игру. Я не знаю, что это значит. Вот эту вот. Я понимаю, что эта игра такая, я понимаю, что А4 Брал Старс в Adopt Me, ми, куча зомби, госп... Господи, что это такое? А, ну понятно. Меня выкидывает из сервера. А, не-не-не, не выкидывает. Попробую добраться до самого конца горки. Ребята, я зашел вообще-то в Adopt Me. Ребята, вот скажите мне, пожалуйста, вот это вот похоже на Adopt Me? Вот просто это похоже на Adopt Me? Я не понимаю просто. Вот, 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 вот это вот можно назвать Adopt Me? Я не знаю, ребята, но вообще-то это вообще не похоже на Adopt Me. Это вообще что-то другое. Это такая... Я не понимаю, что это такое вообще. Это... Ой, у меня жутко еще лагает. Поэтому, не знаю, ребята. Я оцениваю на это вообще 0 из 10, потому что мне кажется, это вообще на Adopt Me не похоже. Там какие-то паркуры есть. Господи, это Adopt Me? Следующую игру, которую я забью, пусть будет Brookhaven. Это покупаю, наверное. Я забью на русском, чтобы мне сразу выделили. Brookhaven, вот мне выдало сразу. Просто что будет? А, ну, понятно. Вот. И Bunga побед. Короче, а вот... Вот эта мне игра очень интересная, кажется. Я, наверное, забью. Знаете, просто паркур... Просто паркур забью. Я не знаю. Хотя, я не знаю. Tower of Misery. А, я, ребята, знаю, что можно забить. Я забью пол, это лава. Я думаю, очень много игр пол, это лава. Я понимаю, что я не грамотно пишу. Вот просто пол, это лава обе. Вот это вот я хочу сыграть просто. Мне интересно, что вот будет в этой... Так, что это такое? У меня какой-то энергетический напиток есть. У меня что-то play. А, надо на play нажать, да? Я что-то не поняла, что это такое. Так. Так. Слушайте, это... Лава поднимается, да? Лава поднимается, да? Смотрю. Просто я не знаю, что это такое. Можно ли это назвать как-то? Лава реалистично сделана, но все-таки настоящая пола-то лава это лучше. А, мне кажется, лава не поднимается. Это просто симулятор как лава. А, симулятор лавы. Просто она будет течь и главное не упасть. По сути, суть игры я понял. Ну, короче, ребята, очередное обе. Ставлю эту игре. Это не очень похоже на пола-то лавы, настоящий клон. Поэтому, ребята, вот я сравниваю еще... Не говорите, что я оцениваю тупо. Я сравниваю игру вообще по схожести. Вот эта игра, вот 3 из 10 похожа. Вот, по сути, во-первых, графика совсем другая. Во-вторых, там нет никаких паркуров. В-третьих, лава... Ну, да, говорил насчет графики. Это немного другое. Ну, 3 из 10. Хочешь, что-то и эта игра заработала. Так, следующую игру, ребята, которую я хочу забить, это... Пусть будут радужные друзья, ребятки. Радужные друзьяшки. Смотрите, ребята, есть радужные друзья. Смотрите, как они выглядят просто. Господи, в них играет какой-то один человек. Вот, смотрите, вы заходите в радужные друзья. Так, и что у нас тут такое? Я что-то не понял. Так, ну, тут голова. Ну, тут это, тут и что такое? Так, оранжевый. Фиолетовый. Ну, это просто симулятор показа радужных друзей, да? Ой, меня затоптали. Все. Грин тут есть. А, розовый еще тут. Я что-то не увидела. Слушайте, ребята, это, мне кажется, 0 из 10, потому что... Нет, я понимаю, хоть радужные... Это радужные друзья. Я согласен, ребята. Ну, это вот, это вообще не похоже. Это просто игру за 5 минут можно создать. Это знаете как? Вы берете, создаете игру, там, ставите травочку, там, кто-то создает, и просто понаставляете радужных друзей. И все, игра готова, ребята. Просто полюбоваться радужными друзьями. Ну, радужными друзьями можно полюбоваться в настоящей игре. Смотрите, ребята, еще нашел миры радужные друзья. Вот это вот, что это такое, радужные друзья, ребята. Ммм, вот интересно, что это такое за мир, радужные друзья. Майк Эдэнэ. Так, кто тут, ну, это, наверное, понятно, кто создал эту игру. Ну, по сути, ребята, у нас то же самое. Вот, правда, вот это вот, я не пойму, что это такое за фигура. Ну, это вам всем знакомое, это табличка радужного друга влюб. Я не понимаю, какого тут, простите меня, эмм, какого тут фига зомби делают, ребята. Какого фига здесь делают зомби. А самое мне главное, я оцениваю эту игру на ноль, но самое главное, как мне защищаться от зомби. Они мне просто мешают, как бы, можно сказать, играть. Поэтому, всё, так, я прячусь, и... А чё двери-то не снигаются? Всё, все зомби повалились. Да? Я чё-то не понимаю, ничего, смысл игры. Вообще не пойму, господи, меня сейчас убьёт, конечно. Ну, короче, это помойка. Следующую игру, которую я хочу затестить, это Амонгаз. Вам известный Амонгаз, я забью её специально на русском. Вот это вот, вот, Амонгаз Оби. Кстати, члены... Ничего себе, члены экипажа обновили. Ой, простите, сейчас, ребята. Амонгаз, ребята. Вот, я просто сейчас удивился. Короче, вот видите эту игру? Она обновлённая. Слушайте, я в неё хочу сыграть. Напишите в комментариях, сыграть ли мне в неё. Я потому что её... Симулятор Амонгаз. Я хочу в эту игру, ребят, поиграть. Бесплатные пэты. А вот это можно уже назвать и Адоптими. Не по... Понял, подождичка, ребята. Это же... Это же Адоптими. Ребята, можно вот... Я не понимаю, как вот люди... Вот это можно назвать Амонгаз? Вот просто проверите, как мир называть. Я не знаю, тут я один играю. Ну, конечно, никаких тут дураков нет, которые тут играют. Мне просто просто интересно. А при чём тут Амонгаз? Ну, может, там где-то Амонгаз. Чё он значит? Я не понимаю. Тут ещё и прыгать нельзя от игры. Я не понимаю. Просто смотрите. Когда пишут Амонгаз, вам как бы выдаётся Адоптмед. Адоптми Амонгаз. Вообще без понятия. Следующую игру, популярную в Роблокс, вы, наверное, её знаете. Это Мип-Сити. Я специально пошла на русском, чтобы мне выдали сразу. Я думаю, так же. Да, Мип-Сити вы знаете. А вот это классический Мип-Сити. Мне просто интересно. Вот что это... Я просто знаю, как в Мип-Сити-то выглядит. А вот тут знает ли игрок какую-то игру-то создал. Какие-то шарики. Так, ну что ж. О, вот график уже чуть-чуть напоминает Мип-Сити. И что? Ну, вроде я играю на мобильных данных. Я просто сейчас... И что? Ну, а хоть и что мне делать? Я что-то не понял. Плей, плей, плей. Да, ребята, это похоже на Бип-Сити. Почему-то скорость, правда, у меня большая. Эм, да. А, кстати, я предыдущую игру не оценила. Ну, короче, все предыдущие игры, это можно сказать, помойка. А где школа Мип-Сити? Я просто тут не знаю. Ну, знаете, нет, ребята. Класси... Все-таки настоящий Мип-Сити лучше. Это потому, что... Это что-то немного... График отличается. И, мне кажется, настоящий Мип-Сити у меня ломает. Я не знаю. А, ну, куда-то, короче, я зашел. Ну, да, это немножко другое Мип-Сити. Поэтому, ну, все равно, нет, это не настоящее. А то, ребятки, оцениваю это на 2 из 10. Потому что, ну, хоть что-то есть. Молодцы постарались, конечно. Но это все равно вот так вот. Ладно, ребятки. Ну что ж. Спасибо, что досмотрели этот ролик. Если вы соберете под этим видео 5 лайков, то я сниму вторую часть, где я буду еще показывать клоны популярных игр в Роблоксе и вообще популярных игр. И вы мне тоже пишите идеи в комментариях. Кто досмотрел это видео до конца. До конца вы большие красавчики. Что ж, ставьте лайки. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok